Русские говорят студент, американцы говорят студент, украинцы говорят студент. Это слово узнаваемо и понятно на многих языках мира, но на удивление в каждой стране сам учебный процесс и жизнь студентов очень сильно отличаются. И сегодня в нашем сюжете мы постараемся рассказать об особенностях академического процесса в типичном американском колледже. Итак, добро пожаловать в государственный колледж города Мессы в штате Аризона. Кроме получения образования в университетах и частных учебных заведениях, в Америке очень распространено обучение в так называемых местных или общинных двухгодичных колледжах. Как правило, они финансируются органами местного самоуправления и имеют небольшую стоимость обучения. Такая учеба позволяет студентам подготовиться к колледжу высшей ступени или получить практическую специальность. В штате Аризона в округе Марикопа находится самая большая в Америке по количеству учащихся сеть общинных колледжей. Около тысячи различных учебных программ предлагается для 250 тысяч студентов, ежегодно поступающих в колледжи округа Марикопа. Найти среди этого множества программ то, что подходит именно тебе, задача не из легких. Для того, чтобы помочь студентам принять это ответственное решение, в американской системе образования была создана специальная должность – академический советник. Я работаю с очень разными студентами. У каждого из них своя энергетика и свои стремления. Все они полны надежд и оптимизма. И моя работа – помочь направить эту энергию на то, что им действительно подходит. Следующий шаг после выбора специальности – регистрация в классах. В отличие от России и Украины, где расписание занятий заранее составлено деканатом для всего факультета, в Америке каждый студент составляет собственное расписание сам, подгоняя его под свою уникальную ситуацию. Мне нравится то, что у тебя есть выбор. Если ты работаешь, ты можешь выбрать вечерние классы. Если ты жаворонок, можешь ходить в класс на 7 утра. Ты можешь планировать свою жизнь. Студенты учитывают многие аспекты. Расписание их работ, дни недели и время, когда они могут попасть на учебу, транспорт, степень нагрузки, которую они могут на себя взвалить. Мы не хотим давать им слишком много и заранее обрекать их на неудачу. Мы хотим, чтобы каждый студент был успешен в своей учебе и усвоил материал. Такая гибкость учебного графика позволяет не только молодежи, но и огромному количеству уже работающих зрелых людей продолжать свое образование, повышать квалификацию, а иногда просто посещать занятия для удовольствия и саморазвития. Когда я первый раз пришла в колледж, я была очень удивлена, увидев настолько разновозрастных студентов. Можно увидеть 18-летнего парня и 70-летнюю женщину, сидящих в одной группе за одной партой и изучающих один и тот же предмет. Мне это очень нравится, потому что люди постарше обычно уже работают по специальности в реальном бизнесе. Они делятся с тобой своим опытом, наблюдениями и мыслями. От таких людей можно многому научиться, поэтому я предпочитаю посещать занятия вечером. Еще одна уникальная возможность это посещение занятий по интернету. Это хорошо, что не обязательно находиться в колледже. Ты можешь учиться где угодно, дома, в кафе, ночью, днем, в любое удобное для тебя время, но ты всегда обязан вовремя сдавать домашнюю работу. Многим студентам очень подходит онлайн образование, но есть и определенные трудности. Студент обязан уметь свободно обращаться с компьютером, быть очень дисциплинированным и иметь хорошую академическую базу. Для первокурсников я бы такой вариант не советовал, но для тех, у кого за поясом уже пара семестров, это замечательный вариант. Студенты могут комбинировать, изучать какие-то предметы по интернету, а какие-то лично в аудитории. Одни ранним утром, а другие поздним вечером. Каждый находит то, что подходит именно ему. И хотя такая система дает студентам большую свободу, она в равной мере накладывает на учащегося огромную ответственность. Зарегистрироваться в классе до того, как он переполнится, выбрать подходящие для твоей программы предметы, следить за правильной последовательностью выбранных классов и распланировать свой учебный процесс на годы вперед. Все это вместо деканата делает сам студент и несет полную ответственность в случае ошибки. Для того, чтобы облегчить эту сложную задачу, в колледжах разработан мощный веб-сайт, где у каждого студента есть свой аккаунт и электронная почта. Благодаря ему студенты могут выбрать и зарегистрироваться в определенном классе, бросить его при необходимости, узнать свои оценки, общаться с преподавателем, получить информацию о том, какой учебник требуется приобрести для каждого предмета, где это можно сделать и сколько это будет стоить. И только когда вся эта организационная работа завершена, студент готов приступить к учебе. И вот тут-то и начинается самое интересное. Колледж – это настоящий студенческий городок, где каждый предмет изучается в отдельном корпусе. Для того, чтобы найти свою аудиторию, первокурснику нужна карта и хорошие навыки спортивного ориентирования, иначе первый учебный день может закончиться вот таким образом. Конечно же, первые недели учебы наиболее волнительны. В начале каждого семестра в каждом классе надо начинать все сначала. Заставить репутацию работать на себя при такой системе практически невозможно, так как предметы проходишь с разными преподавателями и студентами, а такого понятия, как красивая зачетка, не существует вообще, как и самой зачетки. Поэтому приходится каждый семестр заново зарекомендовывать себя, как хорошего студента, и заводить новых друзей и знакомых. А после этого наступает время тяжелой работы. Учеба от сессии до сессии в Америке тоже невозможно, так как каждая домашняя работа, ответ на уроки и результат теста и составляет твою экзаменационную оценку. Вот так проходит учебный процесс в Америке. Ну а на другой стороне земного шара студенты проходят через совсем другие испытания. И наша программа приглашает вас в столицу России, Москву, и в Киев, столицу Украины, посмотреть, чем же отличается студенческая жизнь русских и украинских студентов. Привет из России! Сейчас мы находимся на пороге Московского Института электронной техники, где студенты создают русскую версию передачи 180 view. Мы очень рады возможностью показать американским и украинским зрителям наш институт и рассказать о повседневной жизни студентов. Добро пожаловать в МИЭД! В России получение высшего образования это сложный путь, который проходит практически каждый. Чтобы закончить школу и поступить в институт, школьники сдают несколько тестов, которые являются частью единого государственного экзамена. Обязательные предметы — математика и русский язык, остальные — по выбору. Чтобы выбрать нужные предметы, стоит определиться, какие направления наук тебе интересны — точные, гуманитарные или нечто посередине. Это и определит твой выбор вуза и твои занятия на несколько лет вперед — интегралы, кривые гаусса, транзисторы, лексемы и многое другое. Но обо всем по порядку. Итак, последний день лета. Сдав все экзамены, ты получаешь студенческий билет — пропуск в мир знаний. Очень много народу. То есть мы не ожидали, на самом деле, что придем, и здесь будет такое пространство, столько... Я не знаю, это воплощение всех фантазий и мечтаний. Новоиспеченным студентам нелегко. 45 минут школьного урока сменило 120 минут пары. Ах да, знакомиться придется не только с профессорами, но и с одногруппниками — людьми, которых ты скоро будешь видеть чаще, чем свою родную семью. В институте учатся несколько тысяч студентов. И чтобы сделать передачу знаний более организованной, их объединяют в группы. В ней ты и будешь учиться до самого выпускного. Обычно мы собираемся в большой веселой компании, ходим в какие-то различные места, такие как кафе, театры, либо просто кино, общаемся. А во-вторых, всегда ваши одногруппники помогут вам объяснять что-то, если вы чего-то не понимаете или по каким-то причинам пропустили. То есть такая поддержка. Но сначала я хотела перевести свою группу, потому что я никого не знала, были все-таки странные. Но когда сдружились, мы сходили в поход, было очень здорово. Я поняла, что они очень веселые, не знаю, как семья стали. На все занятия выходите вместе. Лекции, семинары и лабораторные работы. Лекции проходят в больших аудиториях для всего курса. Пока студент еще не освоился, он все старательно записывает и при случае перечитывает. На семинаре все наоборот. Здесь уже преподаватель слушает студентов, проверяет, как они усвоили материал. Я бы аккортизовал так, что российский специалист обладает гораздо более широким кругозором и устойчивым фундаментом своих знаний. Но готовить себя сразу в очень конкретной узкой области, что более характерно для западной системы образования, она дает не столько теоретическую, фундаментальную подготовку, сколько сиюминутную, практическую. Наш товарищ может переучиться. И поскольку его знания широки, да, это сделать легче. Чем активнее ты проявляешь себя на семинаре, решаешь задачи или делаешь доклады, тем больше шансов получить бонусы на экзаменах и успешно сдать их, а следовательно заработать повышенную стипендию. Государственное образование в России в большинстве своем бесплатное, но процесс обучения занимает практически все время студента, поэтому за хорошую успеваемость можно получить немного денег. Третий, наиболее интересный вид занятий – лабораторные работы. Для их выполнения требуется хитрость, дипломатичность и конспект. Работа в команде лучше всего проявляется именно здесь. Чтобы успеть провести эксперимент и сделать все расчеты, каждый должен заниматься своей частью задания. Только так можно добиться хорошего результата. Вокруг студента масса информации о контрольных стипендиях, экзаменах, мероприятиях и многом другом. Связь обеспечивает староста. До начала семестра я ознакомлю своих студентов, студентов моей группы, с расписанием и так далее, что им в этом году, так сказать, светит. В течение семестра люди готовят свой организм к нескольким неделям бессонных ночей, отсутствия свободного времени и, как ни странно, к учебе. Сессия наступает два раза в год, зимой и летом. Количество экзаменов всегда разное и необходимо сдать их все. Сессия, естественно, процесс нервозный, подготовка более нервозная. Это попытка что-то выучить, что-то понять, что-то зазубрить в последние, по-хорошему, 5-6 дней. И тащите на экзамене билет. Там два-три вопроса в зависимости от предмета. Но, как я считаю, что это правильная система. Нужно знать материал по всему курсу, по всему семестру. Студенты учат вопросы к экзаменам, пишут шпаргалки и надеются на чудо. Ну, ни пуха, ни пера. Эту фразу ты точно услышишь от кого-нибудь утром перед экзаменом. На самом экзамене вытягиваешь билет. Или, возможно, тебя ждет тестирование. Став успешно первую сессию, ты можешь полноправно считать себя настоящим студентом. Бессонные ночи позади. Все испытания пройдены. Коридоры пустеют. Студенты разъезжаются по домам. Наступают долгожданные каникулы. Но те, кто втянулся в студенческую жизнь, знают, что лучше каникул может быть только новый семестр. Редактор субтитров А.Семкин